здравствуйте дорогие мои телезрители и подписчики на канале youtube была вас одова сегодня модный показ но это будет одно растение и я вас удивлю все таки я как все нахватала как собака блох мальвы махровые они сегодня пойдет речь довольно как слониха ну понимаете что такое мальвы махровые это что значит да они многолетние да и двулетние есть многолетние однолетние малолетние господи ты боже мой там не знаю чего только нет но хочется же вот такие вот чтобы вот лимонные вот мечта всей жизни простые мальвы растут хорошо но как дело до махровых доходит так все реанимация как с брукмансией примерно значит и я все таки все таки я нашла этот посадочный материал я так счастлива вот у меня стоят две пачки там по две в одной упаковке это мальвы махровые многолетние и они не семенами а я вас сейчас очень удивлю а корневищами посмотрите я открою пакет я вытащу и все вам покажу чтобы вы понимали если будете покупать как это должно выглядеть вообще это посмотрите какая прелесть господи ты боже мой здесь два корня вот они их можно разделить видите вот такая красота да я конечно посажу их высокие горшки потому что они уже видите зазеленели а это говорит о том что они хранились не очень правильно сюда попадал свет хранится они должны так чтобы у них их расточки были желтыми розоватыми белыми но никак уж точно не зелеными выбирая посадочный материал обратите на это внимание тоже корневища мощная очень такое прямо ух я надеюсь что она в этом году все-таки хоть один цветонос но рассветет вот за мальвами уход достаточно простой да ну поливать иногда и кормить иногда когда вы идете мимо да с нашим дачным коктейлем но плесканите хоть немного ну дайте поесть но хочу сказать что единственный вариант вот который ну как бы мы забываем просто это делать это когда приходит осень мы срезаем цветоносы а там остается шапка зеленых листьев вот укройте ее пожалуйста малиновыми ветками сверху мусором садовом засыпки но укройте укрывным если есть сахарным мешком прикройте она будет дышать но только попозже не надо закрывать пока зеленое все это все плохо кончится потому что все сопреет и сгниет но когда уже морозы установились ну такие легкие ну пожалуйста вот тогда она доживет до весны и уж поверьте мне этот куст будет прирастать все время новыми стеблями и цветоносами и такой красоты ни у кого у соседей точно не будет я хочу упредить ваше желание бросить все и бежать в магазин прежде чем до семенами вы тоже можете купить многолетняя махровая но вы должны обязательно прочитать все что написано на пачке какое местоположение нужно какая почва должна быть это тоже достаточно важно если там болото то это вряд ли получится с мальвой а я же вам говорила есть однолетняя мальва она скромно выглядит но и и бантики очаровательные они конечно все лето будут зацветать на одном и том же степле бесконечно есть двулетние когда год растет формируя розетку а потом год цветет потом она пропадет иногда в некоторых случаях если растение все-таки знаете сбито с толку как я говорю она становится малолетним что это значит три-четыре года она будет прирастать мальва розетками и она как бы да ну часть пропала потому что время пришло а часть снова появилась и она как было три-четыре года будет свести на самом деле гулу два года всего и положено ну вот как-то растение с благодарностью отвечает на нашу заботу а есть многолетние мальвы и вы их не искорените вот единственно что я уже сказала укрытие но вот на этом все модный показ закончен я надеюсь что вы меня слышите и захотите чтобы такая красота росла и у вас всего доброго вам до свидания